Время от времени современные исследователи находят новые доказательства того, что древние цивилизации владели технологиями, которые нам, современным людям, стали доступны совсем недавно. И это при современном уровне развития науки и техники. Так до сих пор ученые не могут объяснить, как тысячелетия назад возводились мегалиты из громадных, точно подогнанных друг к другу камней. К примеру, пирамиды, обнаруженные водолазами на дне озера Рок. Каков возраст этих сооружений? Как люди смогли построить их и почему пирамиды оказались под водой? Вопросов много, а есть ли ответы? Озеро Рок расположено в штате Висконсин, в США. А первая пирамида была обнаружена в 1936 году. Она была найдена на 40-метровой глубине и имела плоскую вершину. После тщательных поисков в мутной воде озера были найдены еще 12 пирамид. Все они имеют основание 9 метров на 10, а высоту поднимаются от 3 до 8 метров. Правда, это размеры видимой части пирамид, а насколько они уходят вглубь дна, пока неизвестно. Пирамиды сложены из очень больших камней, вес некоторых достигает 50 тонн. Более того, они точно подогнаны друг к другу. Но еще более интересно то, что между собой они соединены раствором, напоминающим современный бетон. Исследования показали, что возраст пирамид озера Рок превышает 12 тысяч лет. Они были построены во время ледникового периода, а во время таяния льдов были затоплены. Скорее всего, пирамиды были частью какого-то жилого поселения, поскольку кроме них на дне озера были обнаружены руины домов. Еще одной удивительной находкой является обсерватория, расположенная строго по сторонам света. Получается, что 12 тысяч лет назад в этих местах процветала цивилизация, настолько развитая, что могла наблюдать за планетами? Это в то время, когда предполагалось, что здесь жили лишь первобытные племена. Подобные сооружения были найдены и гораздо южнее, в Мексике и Гватемале. Это позволило ученым сделать вывод, что люди почему-то были вынуждены покинуть теплые края, построить город на озере Рок, а затем по неизвестной причине покинуть его. Так кто же строил этот город и почему его покинул? А может быть, его жители были затоплены вместе с городом? Однозначных ответов на эти вопросы нет, хотя версий, как всегда, множество. Есть среди них версии о том, что данное сооружение было базой пришельцев внеземных цивилизаций. Ну, конечно, без инопланетян тут уж точно не обошлось. Кто б сомневался. А если серьезно, то очень хочется верить, что ученым удастся найти ответы на все поставленные вопросы. И мы таки узнаем, что же за цивилизация существовала 12 тысяч лет назад, которая по своим достижениям превосходила наши современные технологии.